Всем привет! И сегодня снова обзорчик моего рабочего инструмента. Сегодня я хочу вам показать вот такой вот плиткорез Матрикс 720 и Монтолит 930. Мастер пиума, наверное так его правильно называют. Ну, давайте поближе посмотрим. Конечно, негоже сравнивать инструменты в абсолютно разной ценовой категории. Но это я все хочу сделать для того, чтобы вы понимали, в чем разница работы с этими плиткорезами. Начнем мы с этого зверя. Это Матрикс. Какие здесь есть нюансы? Тоже нужно подстраивать, настраивать. Здесь вот настройки есть, каретки, положение, то есть лево-право. Все это нужно поднастраивать в принципе. То есть с магазина купили и занимаемся тем, что нужно его поднастроить, чтобы он резал по прямой. Потому что вот эта линейка, допустим, она относительно станины может неровно стоять, ее нужно выставить. Ну и в принципе она со временем сбивается, поэтому я ее перестал уже настраивать. Мы делаем отметки, как обычно, на плитке. То есть начало реза, конец, кладем плитку и выставляем вот по этой точке и по этой точке. И начинаем уже только так резать. Так не получится, чтобы мы взяли плитку, вот так вот выставили по вот этой линейке. На нее я вообще внимания не обращаю, только по меткам. То есть выставили по меткам и только тогда делаем рез. В отличии, допустим, от этого плиткореза. Вот и стоимость его, соответственно, другая абсолютно. Монтолит. Здесь линейка идеальная. То есть вы отмерили, знаете размер, какой вам нужен. Подошли сюда, плиточку положили, вот выставили по шкале до миллиметра. Все четко отрезать. Плюс ничего регулировать не надо. Вы взяли длинную плитку, вот здесь выставили по размеру. То есть прижали ее одной стороной. Здесь уже имеется четкий угол 90 градусов. И углы тоже здесь идеальные. То есть они выставляются как вам надо. Вот шкала, градация, градусная градация. Скажем так, вы выставляете нужный вам угол и отрезаете. Под 45 я обычно вот так и режу. Где-то у нас вот шкала 45. Выставили и я больше ее не трогаю. Идеально ровно под 45 все отрезается. То есть в линейках вот уже огромная разница. Очень большой плюс. По поводу реза я вам попозже покажу. Я сейчас просто хочу рассказать про фишки плиткореза. Про этот, ну все понятно. То есть режет, да, нормально. Ломает нормально, но это до, скажем так, до десятки плитки. Пока мы смотрим, я больше не резал. То есть у меня не было ни полтора сантиметровой, ни двух сантиметровой плитки. Обычно кафель там семерка, девятка, десятка, одиннадцатый керамогранит. Все. Так, здесь, ну в этом станке, я не знаю, ребят, ну что вам рассказывает? Обычный бюджетный станок, который, ну с этих станков, наверное, все начинают. Здесь, я его беру, да, я им пользуюсь до сих пор. Он у меня, я говорю, очень давно, уже 5-6 лет, я уже не помню. Но он до сих пор работает и я им пользуюсь. Хотя у меня есть и вот такой станок. Здесь, ну это уже просто, если сравнивать с этим, то, допустим, это Жигули, это Мерседес. Что еще у этого Мерседеса интересного есть? Ну, помимо того, что точные настройки, это я вам сказал, линейка идеальная, все выставляете, режете. Площадка вот эта, смотрите, она пружинит. То есть легко, для того, чтобы легче было ломать. Плитка при нажатии, то есть вы лапку давите, она здесь прогибается и, чтобы облегчить вот этот вот слом плитки, скажем так. Еще вот эта фишка очень мне понравилась, очень сильно. Здесь, давайте вот я еще раз обращу внимание ваше на такой плиткорез. Здесь, кстати, тоже вот типа есть шкала, да, там под 45, но это все не работает, это все фигня полная. То есть она сбивается постоянно, и здесь не получится вам работать по этим линейкам. То есть размеры неточные получаются, поэтому я бы не рекомендовал. Я бы рекомендовал вам всегда делать отметки, по этим отметкам выставляют. Потому что вот здесь она просто барашком зажимается, но она бывает где-то подвинулась, и все. В отличие от этого, здесь все жестко. Вы выставили там угол, вот у вас здесь ослабили, выставили, зажали, все. Она уже с места никуда не сдвигается. Ну, как бы вот такая разница. Так что эту штуку вообще можно снять полностью и работать без нее. Это только вот выставили, по отметкам выставили, отрезали. И гнется она капитально. Вот смотрите, сейчас попробую вам показать. Блин, наверное, будет плохо видно здесь. Сейчас попробую. Нет, так непонятно. Надо что-то подложить. То есть станина, вы понимаете, о чем я говорю? То есть вот это просто тоненький алюминий. И когда мы нажимаем вот этой лапкой, гнется вся эта площадка. Очень сильно прогибается. И поэтому ломать сложнее на этом плиткорезе. Ломается плитка сложнее, чем на этом. Здесь все жестко. Все это цельное литье. Ну, понятное дело, ребята, сравнение. Я это сравнение делаю не для того, чтобы опозорить, как-то опоскудит вот этот станок дешевый. И вознести до небес станок более профессиональный. Нет. Я просто хочу вам показать разницу, чтобы вы понимали, что такое более профессиональный инструмент, что такое полупрофессиональный. Вот и все. Вот и вся разница. Хотя я вам говорю, я работаю и этим станком, и этим станком. Вот. По поводу вот этой штучки, как флажок. Смотрите, в чем фишка. Вы подошли, например, к какой-то угловой подрезке. Вам нужно четкий размер. Там 13, да? Ну, к стене к углу подошли. И 13 нарезать там 15-20 штук. Вы выставляете вот здесь на 20, например. Все выставили. И режете. Режете, режете, режете. Ну, сейчас вот так точно его выставлю. Ну, условно говоря, вот 16 с половиной. И вот эти куски погнали стругать. Раз там вы отвлеклись, вам надо что-то другое отрезать. Вы этот флажок вверх раз, отрезаете другой размер, который вам нужен. Обратно надо дальше продолжать, опускаете и дальше режете. Вот эта штука очень хорошо и грамотно технически придумана. Вот она помогает реально. Я ей пользуюсь, пользовался уже неоднократно. И вот сейчас, ребята, мне предстоит вот такую 600 на 600 плитку порезать четко по диагонали. И что мы видим? Вот этот вот 720 станок. Плитка даже не 600, а 570 на 570. Она просто сюда уже не влазит. Вот и все. Собака там разгавкалась. Мешает нам записывать. Так, ну, поэтому я вам и не покажу, в принципе, как он будет резать. Поэтому будем смотреть, как с этим справляется вот этот данный аппарат. Вот такой рез получается. Вот прям честно говорю, как есть. Вот здесь краешек чуть-чуть откололся. Но это у нас пойдет под плинтус, под подрезку. Пробуем сейчас сделать засечку. Аккуратнее. Ну, не забывайте, что это четко под 45 режем. Это самая такая страшная подрезка от угла до угла. Чтобы это все было, не сломалось, как бы, надо постараться. Попробуем сейчас чуть-чуть засечку сделать. Здесь отрезала уже, вот смотрите, край уже очень хорошо. Вот эта сторона чуть-чуть тут подколола. Но сам рез, обратите внимание, сам рез очень хороший получается. Так, следующее. Также прорежем. Идеально просто. Сейчас я сниму, покажу. Вот такой рез у нас получается. Но я считаю, что это идеальный рез. Ну вот, и здесь сломалось все четко. Вот не поверите, честно скажу. Я вот этот плиткорез, я его чаще беру на объекты, чем вот этот. Вот реально, вот этот у меня работает больше. Все это обуславливается тем, что у меня редко бывают такие объекты, такая плитка, которую я не могу порезать вот этим дешевым плиткорезом. Поэтому я беру его, потому что он легче, транспортировка легче, проще его таскать, меньше он места занимает. Вот этот большой плиткорез, да, беру где там большой керамогранит, вот как в данном случае, там 600 на 600, я не могу его порезать другим плиткорезом. Или там толстый, может керамогранит, там 11, тоже он хуже справляется. А так обычный кафель, там 7, который идет у вас в санузлах обычно, справляется спокойно вот этот плиткорез. Вот и все. Вот вам и парадокс. То есть, да, инструмент дорогой, хороший, но пользуюсь чаще я вот этим дешевым. Как всегда, по традиции, ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.